Девушки отдыхают 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 это место. Да, у нас есть еще несколько галерей, но они более такого частного толка. Слушай, я хотел на автобусе доехать, мне сказали девятку стоят, правда? Ну да, это так и есть. Ты живешь в центре? Ты там проживаешь? Да не-не, я только приехал, я вот с собой рюкзак таскаю и скоро улетаю. Хочу переночевать, может, в церкви или просто на улице. На улице? Да-да-да, у меня есть спальный мешок, поэтому, в принципе, не проблема. Иногда охранников прошу рядом, чтобы присмотрели. Вау, понятно. Слушай, а еще не подскажешь, как можно добраться до аэропорта? Да-да, без проблем, вообще, прыгаешь в автобус, долетаешь. Я тебе покажу потом, где находится остановка. Есть два разных автобуса, да? Ну это без проблем, да? Да, вообще без проблем. Да, тебе придется, может быть, на двух автобусах единственное, что ехать, но не больше, чем 20 квача потратишь. Так, ну круто, что бесплатный вход и прикольный, ребята, так спокойно. Не знаю, куда еще идти, если честно. Еще есть рынок какой-то традиционный. Не знаю, может быть, завтра туда заехать с утра, честно посмотреть. Значит, 9 квача реально такая цена. Ну, дорогой проезд, дорогой, то есть, там, 50 рублей по городу поехать. Е-мое, дорого. Слушай, оставь рюкзак там, не переживай, пойдем посмотрим художников. Пойдем посмотрим художников, вообще обстановку здесь. То есть, у нас здесь ремонт, вообще повсеместно, и многие сейчас заняты над созданием комфортной среды. То есть, еще нам 5 дней здесь работать, и обычно здесь не так насыщенно, как сейчас ты видишь, то есть, много людей. Обычно здесь суперспокойно. Если говорить о ночлеге, то вообще здесь ночую без проблем. Темнеет рано, никто не мешает. У меня есть спальный мешок, а палатку у тебя есть? Не, палатки нету, но дождей тут тоже нет. Да, точно. Да, это не так. Да. Здравствуйте, как дела? Это Ник, это скульптор. Здравствуйте, привет. Это Ник, он скульптор. Приятно познакомиться. Вы тоже художник? Да. Ну да. Что ты делаешь? Я рисую, как ребенок. Вот такой художник. Ну и еще, на самом деле, как концептуальный художник участвовал вот недавно. Делаю инсталляции. Да, инсталляции. Как концептуальный работ. Концептуальный арт. Концептуальный арт. Да. И еще я музыкант, делаю электронную музыку. То есть сейчас вы делаете какой-то стол или что это такое? Стулья. А вот здесь будет скульптуру. Скульптуру делаю. Это просто основа, чтобы выглядело круто. Вот она чуть-чуть стена граффити, прикольно. Да. И ты работаешь как артист? И ты работаешь в этой галерее? Ты работаешь в этой галерее? В этой галерее? Да, ты работаешь? Да. Ну да, я веду тут какие-то дела, подрабатываю и рисую. Как дела? Привет. Такой вот художник, с которым познакомился, Оуэн. Он вроде как спросил у всех, я могу здесь оставаться? На чем я тебя переспросил? Он говорит, да, ты же художник, можешь оставаться. Круто. Здравствуйте. 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 Это англушка, это автосалон. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот этот чувак, о котором я тебе говорил, который в России был. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Он из Москва, это из России, откуда? О, вы говорите по-русски? Да. Я из Иркутска. Сибирь. Иркутск, Байкал. Я знаю. А, это вот про вас говорили, что вы знаете русский, да? Что вы учились? Я там был 7 лет. 7 лет. В Твери? Да. Ну и как в Твери? Я в Твери не был. Это местный из Москвы. Ну, я знаю. Нормально, хороший город. Гол. А здесь вы чем занимаетесь? Я работаю где-то там. А, где-то там. Где-то там. Понятно. А здесь вы на русском языке как-то поддерживаете общение? Или вы... Вы давно вообще по-русски говорили в последний раз? Ну, у вас вообще классный русский язык. Безошибочный. 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 Не устаревший. Я сегодня приехал на улицу, где находится русский культурный центр. Но он переехал куда-то. Это не в центре. В центре уже там закрыто. Да, закрыто. На Индепенденцию. Но туда я не доехал. Далеко. В общем, я мог остаться переночевать в этом центре. Вместе с художниками. Но Ован сказал, что его девчонка устраивает какой-то вечер. Там собираются ребята. И пригласил меня с ними. Я подумал... Я на самом деле сомневался где остаться. Но подумал, движение это лучше. Круто. Мы прибыли в другой лук. Посмотрим, как столичные люди живут. Это домашний майонез, который добавляется к рису. Сергей, можно ли тебе добавить в тарелку еды? Да, пожалуйста. Итак, я нахожусь у ребят дома. С парнем, с которым познакомился сегодня в галерее. Завтра рано утром я поеду еще по городу погуляю. На рынок посмотрю. Потом приеду в арь-галерее, заберу вещи. И оттуда сразу в аэропорт. У меня на данный момент осталось 165 клачей. То есть за сегодня я потратил 13 утром чай и бутерброд сладкий. И потом я купил пиццу с напитком. Прекрасно Замбия меня пока что принимает. И надеюсь, что отпускает. Доброе утро. У меня 165 клачей. Сегодня я улетаю. Время 6 утра. Слушай, чувак, я поехал. Увидимся позже. Ты все? Ты закончил? Хорошо. Слушай, ты потом вернешься, да? Да, я заберу вещи. Увидимся позже. Увидимся позже. Ну, на самом деле, вообще в другом районе оказался я. Это сразу мне напомнило Зимбабве, где я встретил русских женщин. То есть очень похожий район. Какой-то такой полу... Не сказать, что элитный. Ну, хотя, почему нет? Да, какой-то... Какой-то непростой. Такси нужно, чувак? Не, не, спасибо. Слушай, если я до центра хочу доехать на автобусе, сколько стоит и где? Вот иди туда, оттуда уедешь. Понял. Кстати, а сколько стоит такси до аэропорта? У вас есть номер Замбия, чтобы сохранить мою жизнь? Нет, но я просто хочу узнать, сколько примерно вы берете? Зависит от... в какое время поедешь? В 12, примерно. 250. 250. Понятно. 250. Так, ну, на такси в этот раз в аэропорт не удастся уехать, но ничего. А автобус в центр? Да. Или где у нас в ряде три, а здесь четыре человека. Все, приехал я в культурную деревню, или как-то так. Не культурная деревня, но, короче, деревня культуры для народов. Стоило 9,9 пача, осталось у меня 151. Я думаю, полтинник я оставлю на проезд, а сотку я могу на что-нибудь потратить. На что? Не знаю, бриться мне, в принципе, не надо. Есть. Ну, вот можно поесть, хотя можно и в самолете уже будет поесть. В общем, посмотрю. Доброе утро. А, доброе, доброе. А это доброе утро или добрый день? Нет, это доброе утро. Доброе утро. Окей. Фотографии бесплатно. Как тебя зовут? Сергей. Сергей. Ну, если удобно, можете назвать меня Льюисом. А меня зовут Чунга. Слушай, приятно познакомиться, Чунга. Слушай, а твое имя что-то значит? Да. А что? Я забыл. Слушай, а мое имя связано с деревом акация. Знаешь такое? Да. В общем, оно отбрасывает большую тень. И когда моя мама была беременна, она любила сидеть в тени этого дерева. Поэтому она меня назвала таким именем. Понятно. Слушай, красивый чувак. Я обещаю, Льюис, если ты вернешься сюда, я тебе дам отличную цену. Я обещаю. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое, мальчик. На самом деле, куда бы я ни заходил, одна и та же история. Конечно, русские знают не все, но все зазывают. Ну, понятное дело, утро, туристов в стране немного. Все хотят начать день как рыбак, когда он поймает хотя бы что-нибудь. Уже день с правильной энергией начался. Так и здесь. В общем, ходил, ходил, нашел инструменты музыкальные. Почему бы и не приобрести? Не так много стран, где я еще успевал заработать деньги так или получить деньги, чтобы еще можно было купить какие-то сувениры или инструменты музыкальные. Так что очень рад, что зашел сюда. Так, ну все, я почти обошел всю деревню. Однотипные прямо товары, цены разные. Я, как музыкант, все-таки выберу всякие музыкальные маленькие штучки. Они звучат прикольно, они понадобятся мне в моей деятельности. Ну и они вроде как недорогие. Чуть позже повернусь. Может быть несколько магнитиков и несколько музыкальных штучек. Будет приятно такую штуку получить и сохранить. После деревни я поехал за вещами. Ну а далее в сторону аэропорта. Эфиопия? Эфиопия куда? Ну туда. Рейс у меня не прямой. Сначала до Эфиопии, потом в Москву. Это очень редкий случай, когда идешь до самолета пешком. Так, Замбия, Замбия, обращай, дорогая. Сюда хочется возвращаться. Если Мексика, я не почувствовал, что она меня приняла, то Замбия приняла. Прекрасная страна. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова